Дорогие друзья, всем привет! Сегодня мы находимся в магазине КОС в пригороде города Торонто. И я вам немножко поснимаю сначала коллекцию, новую коллекцию, а потом мы пойдем с вами в примерочную и будем примерять вещи из новой коллекции и несколько вещей с распродажей. Все это будет в этом же видео, так что далеко не уходить. Через несколько минут мы встретимся с вами в примерочной. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok Всем привет, я в Кос. Принесла кое-что померить, кое-что с сейла, кое-что из новой коллекции. Меня просили показать, просят, вернее, показать, в чем я одета. Я когда-то показывала, потом перестала, значит, платье у меня из... Юникло, кстати. Купила его пару лет назад тоже. Очень люблю. Ношу с удовольствием. Не скаталась, не скрутилась, нигде ничего, абсолютно как новая. И пояс у меня из Зары из прошлой коллекции. И вот это у меня винтажное из Секонда. Это у меня браслетик, сапоги. Вот такие вот высокие. Тоже из Зары, очень удобные. Вот. Ну вот такой вот у меня сегодня аутфит. Кто-нибудь, кому интересно, вот показываю. Давайте примерять. Слушайте, прям реально классное джинсовое платье. Я на него смотрела, все ходила-ходила вокруг него. Оно прямо вот очень классное. Только оно очень мне длинное. И талия вот здесь, она должна быть спущена. Вот я снимала манекенов в зале. И там они точно так же стоят, вот с приспущенной талией. Это 10 размер. Стоит оно очень дорого, 225 долларов. Ну, как очень дорого, ну, косовские цены. Разрез такой здесь, в общем, классно. Оно как будто бы джинсовый комбинезон. Это я пытаюсь вот идти подальше, чтобы вы меня рассмотрели и упираюсь в дверь. Как будто бы такой, знаете, джинсовый комбинезон на платье. Очень классное. Такой необычный дизайн. Скрытые пуговички. Вот здесь вот у него замок и пуговицы. Но я это все не расстегивала. Как бы я так в него влезла. Сзади карманы. Вот здесь карманы. Ну, точно как в джинсах, видите, карман. Ой, кокеточка такая. В общем, как будто бы комбинезон. Очень классно. Мне оно очень нравится, но дороговато и длинновато. Мне как бы слевануло покороче, потому что надо заморочиться его подкладывать. Прям сильно длинное оно у меня. Ну, в косме всегда все длинное. Все платья, к сожалению. Так, цена, размер, баркот. Видите, десятый размер. Сороковый европейский. 225 долларов. Ну, классно. Сзади, видите, оно прямо сделано вот точно как комбинезон джинсов. Только юбка. Карманчики, кокеточка такая. Класс. Так. Еще одно платье тоже из новой коллекции. Мне понравилась его расцветка. Видите, она такая сине-зеленая-черная. Мелкий такой. Не то цветочек, не то веточки какие-то. И я люблю вот эти фасоны. Это, кстати, восьмой размер. 38-й европейский, 8-й американский. 175 долларов. Оно стоит 100% вискоза. Очень симпатичный фасон. Оно так красиво лежит. Оно довольно оверсайз, потому что мне, в принципе, нужен десятый. Вот этот церафан десятый. И он мне впритык. А это восьмой. И видите, оно мне свободно. Но это такой фасон. Карманов нет у него? Нет. Обычно у них карманы. Большой широкий манжет. Такой. Его даже можно подогнуть. Широкий такой рукав объемный. Красивое платье. Очень интересная, красивая расцветка. Вернее, знаете, она как бы обыкновенная. Но при этом здесь вот пуговицы до сих пор. А отсюда оно так вот расходится. Она вроде бы обыкновенная. Такой, знаете, просто мелкий цветочек. Но какая-то очень симпатичная. Очень красиво смотрится. Вот так. Опять урубилась дверь. Девочка там снаружи ждет, что я тут делаю. Что я все время бодаюсь за дверями. В примерочной. Красивое платье. Тоже длинное мне, конечно. Но как-то вот так вот. Она красиво скроена, знаете. Таким немножко солнцем лёжем. Так, вот оно. 175 долларов. Восьмой размер. 38 европейский. Из козы. Красивая. Вроде бы простое чёрное платье. Но очень интересное. Это медиум. Мне бы надо было смол. Потому что оно мне чуть-чуть великовато. Хотя, может быть, и нет. Может, так и должно быть. Оно немножко должно быть просторное. Опять же, длина, конечно. Ну, что делать. Стоит оно 150 долларов. Я, конечно, не буду его покупать за эти деньги. Я подожду сейлор. С продажи. Очень интересная ткань. Синтетика. Полиэстер с эластаном. Эластан совсем мало. В основном полиэстер. Но, видите, оно такое интересное. В такой интересный какой-то рубчик. И очень тоже симпатичный фасон. Хороший такой рукавчик удобный. И оно такое приталенное. Расклешённое книзу. Карманы. В общем, всё, как я люблю. Может быть, можно было бы чуть-чуть. Размерчик. Один поменьше. Но я смол не осмелилась брать. Потому что я подумала, что он никуда бы не смог. Но, видите, вот вкус иногда бывает сюрпризы. А вообще, конечно, хорошо шито. Хороший платье. Симпатичный. Мне нравится. Видите? Мидиум не наврала. 150 долларов. Баркод его. Сзади у него замочек сделан. И вот интересно, знаете, вот вкус всегда какие-то мелкие детали. Вот на замке вот такая вот штучка. Не просто обычная, а вот такая вот интересная. Как бы мелочи, ерунда, конечно. Но приятно. Вот такая вот ткань. Интересная, видите? И кармашки. Очень интересное платье. В том смысле, что хорошо скроено. Вообще, я люблю косовский крой. Так они делают хорошо. Но вот оно совсем простое. Видите? Оно даже здесь не обработано. И края внизу тоже. Потому что это из дешёвых. Их дешёвые стоят 150 долларов. Свитер тоже из новой коллекции. 100% хлопок. Это размер смол. Видите? Они довольно большие. Большой. Цена, не помню. Потом посмотрели. По-моему, 135 долларов. Или 150. Но они не на сейле. Мне немножко мешает это горло. Если бы оно было как-то вот... Чуть пониже. Было бы лучше. Юбку я вам потом покажу. Это юбка с распродажей. Я её мерила когда-то в одном из своих влогов. Она мне очень понравилась. Но она была за полную цену. Сейчас она на распродаже, по-моему, 40%. И размерчик мне подошёл. 12-й. Ну, он мне как раз, по-моему. Она мне очень понравилась тогда, когда я её мерила. Она мне продолжает нравиться сейчас. С этим свитером непонятно. Я вот сейчас его закручу, чтобы вы поняли, в чём прикол. В общем, юбка очень симпатичная. Вот здесь вот такие две складки. Сверху пояс, сзади на резиночке она ещё. Здесь замочек и кармашки. Посмотрю состав, не помню. Ну, вот с таким даже свитером красиво. Красивая юбка. Я посмотрю, сколько она сейчас стоит. По-моему, 40% на неё скидка. Ох, девочки. Всё хочется. Всё хочется. Так, вот это его бар-код. Смол размер, 135 долларов. Он действительно стоит, знаете, на ощупь, как синтетика. Но написано, что хлопок 100%. По ощущениям, какой-то такой полиэстровый. Ну, раз написано, значит 100% хлопок. Они тут не обманывают. Хорошая расцветка. Полосочка сейчас очень в моде. Очень ничего, такой свитерок. Единственное, что мне горло не нравится. Вот так, такие рукава. Симпатичные. Ну, в общем, симпатичный свитер. Ещё один свитер с распродажей. 100% на шерсть. Классный. Размер large. Прямо он мне очень нравится. Цвет такой, пыльной розы немножко. Фасон. Горло хорошее, не очень высокое. Такой рукав интересный, красивый. Видите, как интересно сделан рукав. Как-то так. 40% на него сейчас скидка. Он стоил 150 долларов. Я сейчас посчитаю, сколько это будет. Мне нравится этот свитер. Очень. Ну, не с этой юбкой, конечно. Но, в принципе, видите, у него такая хорошая длина. С брюками можно. Да, даже если такой какой-то юбкой. Ну, не просто эти, они не подходят. Потому что два цвета светлых. И они как-то не очень кликают друг с дружкой. И это, по-моему, юбка котоновая. Тоже как-то. Ну, в общем, короче. Мне нравятся очень эти две вещи. Особенно, если учишься, они от продажи. Единственное, что 40% это не такая уж большая скидка. Но, что делать? Я думаю, что сильно дешевле они не будут. Если будут, то они довисят. Видите, написано, что 40%. Может, больше даже. Так, шерсть. Стоил он 150. И это размер large. Значит, он получается... Короче, 90 долларов. Дороговато для просто шерстяного свитера. Даже не кашемир. Но он такой красивый. Не знаю. Может, я спрошу на кассе. Может, на него еще больше есть. Может, просто не наклеено. Знаете, иногда бывает, просто не клеят бумажки. Красивый. Очень красивый свитер. Так, юбка со 180 леоцелл и 20% льна. Тоже она стоит 150. Видите, это 12 размер. 150. И на нее еще 40%. То есть она тоже будет 190. Как-то это дороговато. Единственное, что я, может, спрошу на кассе. Может быть, на них больше сейл. Просто не наклеена этикетка. Ну вот. Что-то маленькая распродажа. Вернее, у них есть по 70%, но очень мало уже осталось. В основном, все, что висит, это 40% скидка. То есть совсем небольшая скидка. Ну что ж, девушки, вот такие у нас сегодня были примерки в кос. Новые коллекции вещи. На распродаже еще кое-что осталось. Кое-что еще можно купить. Но кос не дешевый. Вообще не дешевый. По сравнению с другими. Даже в том же Uniqlo сейчас можно купить кашемировый свитер за 90. А здесь же расцена. Ну, конечно, кос это повыше рандом, но не знаю даже. Не настолько уж он роскошный, чтобы за 90 долларов. Причем я вам хочу сказать, когда я говорю цены 90 долларов, вы должны взять в расчет, что у нас еще 13% текс. То есть 13% налог. То есть 90 плюс 13%. Это будет за сотню. Так что, да, где-то будет 100 долларов. Так что вот так. Ну все, буду с вами прощаться. Подумаю, спрошу насчет этих вещей. Может, у них есть больше в распродаже. И просто они не наклеили эту самую. Лейбл. Хорошо, девочки. Люблю, целую. Всем привет из Канады. Пока-пока-бай. С вами была Дита. Bye.